Ну а пока идем к другим темам. Он основатель стиля филумизм и, наверное, единственный человек в мире, который создает работы в этой технике. Ирина Реза пишет картины не кистью, а с помощью шприца, из которого выдавливает цветные нити. А в итоге получаются и акриловые гобелены, и впечатляющие арт-объекты. Нить рассуждений на тему современного искусства продолжит из музея Эр-Арта наша коллега Юлия Чеснокова. Юлия А. Вот Юлия. Юлия, привет. Да, доброе утро еще раз. Давайте, друзья, начнем с самого масштабного произведения на этой выставке. Вот здесь представлена вот такая иголка. Это задает загадку нам, чтобы мы попытались догадаться, как с ее помощью создаются вот такие масштабные монументальные работы. Похож этот верблюд на... Как будто бы его ткали, вышивали, как будто бы покрыли его гигантским ковром. Как удается такой вид искусства? Как он называется? Называется он филумизм. А автор его представлен здесь. Вот его автопортрет. Это Рене Резая, или российский художник Игорь Рязанцев, родом из Тюмени. И вот в руках у него, собственно, разгадка выставки «Связующие нити». Это медицинский шприц, а в него художник заправляет яркие краски. И получается, с их помощью буквально вяжет и собственный костюм, и собственное тело, и собственное лицо. Посмотрите, насколько интересная техника ее художник запатентовал. Он единственный человек в мире, который создает масштабные работы с помощью техники филумизм. Что можно создать при помощи такой техники? Даже шахматное поле, как нам показывает эта выставка. Огромное поле, работа, игра представлена здесь. Также вот такие восточные ковры. Друзья, все это напоминает мне фракталы, теорию струн. И физика, она здесь не случайна. Все во Вселенной связано. Также вот такие связанные нитью работы позволяют нам совершить путешествия даже в Европу. Например, мы попадаем в Прагу, на знаменитый мост. Давайте дадим вам возможность разглядеть, наверное, эти работы. Они футуристичные, уносят нас куда-то, к центру мироздания. Вот такая воронка здесь закручивается и уносит каждого, кто здесь побывает. Некоторые работы даже кажутся, что здесь есть эффект 3D. За счет наложения огромного количества нитей и фоном для них художник использовал не белый цвет, а черное полотно, чтобы выглядели работы на его фоне максимально ярко. И мы сейчас подошли. Наверное, это одна из главных работ здесь. Называется она «Путь». Начиналась ее история в 2019 году. И принять участие в создании этого пути, в прокладывании этого пути сможет любой желающий. Потому что в Эрарте на выставке проходят мастер-классы. И вы сможете прийти, узнать больше про технику филумизма, а также приложить руку к созданию этой работы. Вот уже многие россияне здесь поучаствовали. Даже Юля здесь была, даже Таня здесь была, даже «Ночь музеев» надписи я здесь нашла. Ну и вы тоже сможете проникнуться филумизмом и разглядеть эти яркие работы. Вот такая необычная выставка в Эрарте.